В студии Вестика Кавказа Гия Саралидзе и Дмитрий Федоров мы говорим о футболе и в заключительной части нашего сегодняшнего разговора хотелось бы затронуть тему Спартака из Нальчика. Как раз эта команда, которая этот сезон, на мой взгляд, провела очень здорово. Были какие-то, конечно, провалы, но, наверное, с тем составом, который сейчас есть у Косножана, такие какие-то качели, они вынуждены. Почти у всех качели были. Клуб по-прежнему борется за зону Еврокубков, клуб показал очень хорошую игру, на мой взгляд, с армейцами, сыграли в ничью. Вот тут уж армейцы были точно мотивированы, которые борются за серебряные медали. Вообще работа Юрия Косножана в клубе из Нальчика вызывает огромное просто уважение и к этому человеку, как специалисту и как человеку. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что у Нальчика это лебединая песня. К сожалению, это мой пессимистический прогноз. Объясню почему. Команда вышла в премьер-лигу с каким-то совершенно смешным бюджетом и для многих это было сенсацией. Просто другие команды собирались выходить в премьер-лигу, и Нальчик вообще никто всерьез не принимал, а команда с четырьмя миллионами бюджета сумела когда выйти в элиту. И потом каждый год ее списывали со счетов, а тем не менее она показывала достойный футбол, иногда боролась за выживание, иногда была в верхней части турнирной таблицы, было дело даже лидировало в нашем чемпионате. Но сейчас, если не произойдет какого-то чуда, мне кажется, что Нальчику будет очень тяжело выживать. Я не говорю о том, что команда вылетит из премьер-лиги на следующий год, нет. Но я говорю о том, что на фоне остальных команд существовать с ограниченным бюджетом становится все труднее и труднее. И во многом за счет тренерского таланта Красножана команда все-таки была конкурентоспособна. Я думаю, что он сменит клуб, потому что ему тоже нужно как-то развиваться. Я практически уверен, что он перейдет в Локомотив в нынешние межсезонья. И если он не перейдет, то велика вероятность, что и он будет хереть, и клуб. Я повторюсь, очень жалко, если мы потеряем эту команду, как в свое время потеряли Аланию, достаточно продолжительный промежуток времени. Не хотелось бы, но, повторюсь, нужны более серьезные инвестиции, нужны более серьезные отношения к футболу. Серьезность во всем. Ведь не секрет, что при Красножане тоже были дурацкие матчи у команды, и это политчикам тоже не нравилось. И других возможностей для выживания у Нальчика, по сути, не было. Вот, поэтому меня впечатлила команда в матче с ЦСКА. Хочу обратить внимание, что Нальчик очень часто забивает в концовках игр. То есть, когда нужно прибавить, команда способна это сделать. И вчера Кашоков забил потрясающий мяч в концовке, Акинфеев просто глазами провожал мяч. Это вратарь национальной сборной, которая выглядит в последнее время замечательно. Так что, меня радует, что Нальчик претендует до последних туров на зону Еврокубков, но мне кажется, что это закат команды. Не хотелось бы, потому что мне трудно что-то возразить в данном случае. Не знаю, может быть то, что если клуб все-таки пробьется в зону Еврокубков, это позволит ему найти какую-то дополнительную финансирование, сохранить, может быть, и главного тренера, и усилиться как-то. Ну, посмотрим. С другой стороны, клубы, когда раньше пробивались в Еврокубке, очень часто играли там со стоящими командами. Вспомним, как Ростов играл с Ювентусом, и потом прекращали свое существование. Не хотелось бы. Я повторюсь, я сейчас обрисовал пессимистический сценарий, но всякое в жизни бывает. Да, потому что не хотелось бы потерять эту команду, особенно на своем поле. Иногда Нальчане показывали очень такой именно с точки зрения техники, такой азарта, такой кавказский футбол, в хорошем смысле этого слова. Люди росли в Нальчике, что очень важно. Сейчас все берут готовых футболистов, с ними добиваются результата, а в Нальчике они росли и вот даже до национальной сборной дорастают. Да, и некоторые футболисты, которых уже списывали, они оказывались в Нальчике и показывали, что они прекрасны. Для меня это один из важнейших критериев работы тренеров и вообще клубной системы, если люди выходят на новый уровень. Ну, в общем, хотелось бы Нальчику пожелать удачи, успеха, попадания в еврозону и хотелось бы, чтобы пессимистические высказывания моего коллеги Дмитрия все-таки не оправдались. Хотим мы этого оба, и я, и он. Спасибо большое и на следующей неделе вновь будем говорить с вами о футболе, о главных событиях, которые произойдут за это время.